Весна в жизни и в душе. Как же все замечательно, правда? Свежий ветер, теплое солнце. Как приятно ощущать действия весеннего настроения на себе. Новые краски жизни, новые эмоции и новые оттенки. Весна приносит с собой много радостных моментов. Надеюсь, что и у вас все именно так. Сегодняшний выпуск программы получился особенно душевным. Думаю, вам понравится. Смотрите далее. Музей – это модно. У нас и художники, у нас и музыканты, у нас и театралы. Показ коллекции одежды от Ольги Маскаевой. Очень символично, очень глубоко и, в общем, сакрально, я бы даже сказала, заложен очень большой смысл. Новая Ассоль. Она очень податлива в учении, в обучении. Из нее можно вылепить, как из пластилина и получить хороший результат. Дебют юной артистки. Получится, не получится, но это моя мечта, и я к ней шла с первого класса. Провинциальной истории с известными актерами России. Я так чувствую, что по гостям соскучились. Редко, редко приезжаем. Тем более, мы таким коллективом привезли спектакль. Вот это замечательно. Что наша жизнь? Игра. Мы с детства играем в прятки и салки, в моды и семью. Представьте взрослый мир глазами детей. Детей, которые взрослеют не по годам, а по минутам. Минуты складываются в недели, недели, в годы. И вот дети уже не понимают, когда закончилось их детство. Куда исчезли мечты. И жизнь прошла. Но не прошло ощущение, что ты так и не сделал чего-то важного. На сцене Донецкого музыкально-драматического театра состоялась премьера спектакля детский сад номер. Спектакль очень интересен с творческой точки зрения. Там есть возможность для хороших актерских работ. Но в то же время уровень сложности этого материала таков, что актеры должны быть только высокопрофессиональны. Поскольку вот так перевоплощаться, вот так вот держать в себе несколько планов, если можно так сказать, это дорогого стоит. Это высокий класс. Спектакль поставлен по пьесе современного белорусского драматурга Андрея Курейчика. Его пьеса известна не только на территории СНГ, но и была представлена на биеннале Европейского театра «Беларусь», где получила высокую оценку тамошних критиков. Одну из немецких издательств предложила ее опубликовать. Андрей Курейчик – драматург, режиссер, публицист, киносценарист. К своим 35 годам написал более 20 пьес и создал 15 кинопроектов. Спектакль «Детский сад» для актеров мосдрамы – это уникальная задача проникнуть в психологию детей и представить их взгляд на наши взрослые проблемы. Это тот спектакль, на котором, я думаю, что все члены худсовета, точно так же, как и я. Собственно, мы это и обсуждали. Мы были не художественным советом, мы были актерами. Мы были, извините, зрителями. Актеры настолько нас захватили, что справиться с эмоциями невозможно. И вот через тот лабиринт эмоций, через который нас провели, и когда в финале спектакля на глазах выступили слезы, причем это слезы светлые, это от души, вот это дорогого стоит. Режиссер данного спектакля Владимир Быковский. Это его вторая работа на новой сцене музыкально-драматического театра. Пьеса понравилась, потому что пьеса талантливого современного драматурга. В ней, правильно сказала Наталья Марковна, очень много планов, подводных всяческих течений. Ну, в общем, интересно. Вот для меня важно было не упустить качество самого материала, ну, самой драматургии, чтобы спектакль соответствовал этой пьесе по своему качеству и воплощению. Ну, надеюсь, мы с этой задачей справились. Пьеса интересна еще и тем, что вот как бы сюжет, он, его просто нет. Ну, на первый взгляд. Потому что, ну, он о жизни каждого из нас. А о жизни, ну, какой сюжет? Родился, жил, умер. Художник-постановщик спектакля Руслан Фадиенко. Он придумал очень яркие декорации, которые представляют собой детскую площадку, где кубики, песочница, игрушки – все знакомо и привычно миру детства. По ходу действия можно сложить жизнь из ярких кубиков, и также легко ее можно разрушить. Мне кажется, это очень удачная работа нашего главного художника. И мне кажется, что вот такое оформление, оно настолько помогает актерам. Вот, наверное, я не помню еще на своей памяти вот такого оформления, которое настолько бы помогало актерам. Вот здесь это есть, я считаю, что это большая удача. Это тоже определенный шаг в нашем творческом уровне. КОНЕЦ В Донецком художественном музее состоялось открытие нового проекта, в котором соединились три стихи – живопись, музыка и мода. Мы продолжаем наш проект «Музей – это модно». Этот проект был разработан специально для молодежи, творческих, талантливых молодых людей, потому что искусство и культура может непосредственно влиять на жизнь каждого человека и, конечно же, затрагивать самый главный орган. И главное, что это принесет очень большой результат. Воспитываем нацию культурную для того, чтобы никогда не повторять ошибок. В рамках проекта специально созданная для музейного показа коллекция одежды Ольги Маскаевой была представлена на выставке «Морского пейзажа». Я только морем и жил. Сегодня представляю свою первую капсулу «Морского пейзажа». Мы получили новую коллекцию, которая называется «Аленький цветочек». Очень символично, очень глубоко и, в общем, сакрально, я бы даже сказала, заложен очень большой смысл. К этому проекту мы шли полгода для того, чтобы собрать творческих людей в музее. И, вы знаете, у нас это получилось. В прошлом месяце, как вы знаете, мы открывали выставку молодых талантливых художников. Сегодня мы открываем замечательную выставку молодого талантливого модельера Ольги Маскаевой. Эта коллекция была создана эксклюзивно для музея. Впечатляясь нашим музеем, впечатляясь работами фондовыми нашего музея, она проявила себя и попросила нас, возможно ли сделать эту выставку совместно с ее работами. Вы знаете, мы долго обсуждали, какой формат это может быть, но, тем не менее, нам очень понравилось, потому что музей обязан давать шанс людям на творчество. Музей — это именно то место, где все виды искусств могут быть реализованы. Почему художественном музее? Потому как место — это, конечно же, такое, скажу, святое в каком-то даже понимании. Это место знаковое, и можно только мечтать, чтобы писать свои коллекции первые в таком вот статусном месте. Поэтому для меня большая честь, так как красота и настоящая любовь — это вечные ценности, а тут все то, как раз, что вечно. Музей Маскаева Ольга Маскаева — уроженка Донецка. Училась в Донецком институте конструирования и моделирования одежды. Работала в основном в составе Донецкого модельного агентства. Она участник международных фестивалей «Текстиль» и «Мода». Ее работы отмечены наградой народного художника России, профессора, модельера Вячеслава Зайцева. Выбор названия коллекции «Аленький цветочек» не случайен. В нем вечная тема настоящих ценностей и бескорыстной любви. Коллекция очень женственна и притягательна взору. Женственность силуэтов. Женщина-цветок нежная, ранимая и в то же время сильна через свою слабость и уязвимость. Она наполнена светом, созиданием, интересными женственными такими нарядами. Конечно, используются все только натуральные ткани, шерсти, приятные, спокойные тона, которые подарят нашим прекрасным женщинам весну, созидание, обновление и все самое прекрасное. Нужно сказать, что показ сопровождался звучанием потрясающей музыки Шопена, Чайковского, сенаторы в исполнении Любови Стецкой, музыкантов Донецкой муздрамы, театра оперы и балета, а также оркестра Донецкого музыкального колледжа имени Сергея Прокофьева. Кроме того, показ дополнили балетные импровизации ансамбля народного танца «Донбасс». В планах молодого модельера Ольги Маскаевой создание новых образов, поиск гармонии и красоты. Мы приглашаем всех талантливых, творческих людей в музей для реализации своих возможностей, творческих возможностей. Потому что музей – это действительно то место, где люди вдохновляются, вдохновляются искусством. И у нас есть на это просто уникальная возможность, это великолепные фонды Донецкого художественного республиканского музея. Минувшую субботу я получила огромнейшее удовольствие от просмотра музыкального спектакля, который состоялся в Донецком театре юного зрителя. Знаете, взрослые иногда тоже нуждаются в сказке, и порой даже больше, чем дети. И эта сказка была самая, что ни на есть, подходящая для моего внутреннего состояния. Ведь «Алая паруса» – одна из самых удивительных и трогательных историй о любви, завораживающая красотой проявления и выражения чувств. «Кораблик мой плывит за тысячи морей к волшебной незнакомой стороне. К тем самым берегам, где мой далекий край, пока еще не знает обо мне. Я построю маяк до неба, Я на небе зажду звезду, Чтоб где бы ты ни был, И кем бы ты ни был, Ты знал, что тебя я жду». Музыкальная феерия «Алая паруса» неоднократно была представлена зрителю на сцене ТЮЗа. Но в этот раз спектакль состоялся уже с новой осолью. В главной роли дебютировала юная артистка Валерия Аршинова. С первого класса мама меня отдала на всевозможные кружки. Вокальные, хореографические, актерские, игры на инструментах, декоративно-художественные. Посещала все, что возможно. Первая половина дня у меня была учеба, это было скучно. Вторая половина дня наполнена творчеством. И поэтому я с детства, в принципе, была ознакомлена с искусством и находилась в окружении творческих людей. И родители прекрасно понимали, что я буду продолжать эту профессию, идти дальше. И ни для кого не было секретом и шоком, что я поступила в Донецкое училище культуры. И вот недавно его окончила уже. Во время того, как я заканчивала четвертый курс, я задумалась о своем месте работы. То есть и начала думать. Сидела, думала, очень переживала, конечно же. И у меня все-таки пришла мысль, что могу попробоваться. Получится, не получится, но это моя мечта. И я к ней шла с первого класса. И ни разу в моей голове не было того, чтобы... Нет, я не должна стать актрисой. Всегда была я актриса, я актриса, я уверена в этом. Все, я точно актриса. Да я приду, меня сразу возьмут, я буду звездой. Ну, когда уже подрастаешь, в принципе, понимаешь, что не все так просто. Нужно учиться, стараться. И к этому приходишь постепенно. Я прошла, подготовила творческие номера, собеседование прошла. И мне сказали, что я подхожу на роль актрисы в этом театре. Первая роль была моя принцесса Милалика в спектакле «Иван-Царевич». Такая небольшая роль, но она такая вот женственная очень, я царевна. Это для первой роли было очень хорошо, потому что она была как водная, и мне было спокойно, легко в нее входить. И в спектакли тоже сейчас проходит достаточно просто, ну, для меня, внутренне. Конечно, хотелось более серьезных ролей, сложных, лирических, любовных. Да. Но сейчас, в принципе, я, возможно, добилась этой цели. На сцене словно кусок корабля, застрявший на мели посреди моря обид и горя невзгод. И отданный на растерзание волнам и ветром. Наша осоль, доведенная до отчаяния ожиданием чуда, беззаветно верящая, что однажды он все-таки приплывет. Зажгу тебе звезду, зажгу тебе лугу, и лунную дорожку постелю. И с колумбек пошлю, навстречу кораблю, я слово незнакомое люблю. Очень хорошая, талантливая девочка, с ней очень хорошо и комфортно работать. Что зависит от нас, я когда только пришел в театр, я тоже волновался, переживал. И я уверен, что у нее точно так же сохранилось это волнение. И от нас зависит только то, что сделать все возможное для того, чтобы она чувствовала себя комфортно на этой сцене. У нее это очень хорошо получается. И несмотря на то, что она немножко младше меня, я, работая с ней на сцене, этого не чувствую. Она очень хорошо себя ведет, она очень хорошо и красиво играет. И меня это заводит, поддает. И я стараюсь сделать все возможное, чтобы она точно так же себя комфортно чувствовала здесь, на подмозках нашей сцены. Роль ответственная очень. Сложный, как для меня, музыкальный материал, который в нем присутствует. Я долго занимаюсь сейчас и сейчас, и занималась вокалом. На данный момент это моя любимая роль, могу сказать так. Лера пришла к нам в театр, скажем так, не совсем неподготовленной. Она уже в детстве занималась, ходила в какой-то вокальный кружок. То есть она с пением, в принципе, уже сталкивалась, была знакома. Поэтому, когда мы начали с ней именно наши занятия, мы сразу начали говорить на одном языке. Мы понимали друг друга очень хорошо. И самое интересное, что она очень податлива в учении, в обучении. Из нее можно вылепить, как из пластилина. И получить хороший результат. Она понимала все мои задания, все, что я от нее хочу. Старательно очень исполняла. Ну, я хочу пожелать, чтобы она росла над собой. Сейчас она еще такая девочка. Легкая, воздушная, нежная. Она немножечко подрастет. Она станет играть в более серьезной роли. Я этого от всей души ей желаю. Побольше главных ролей. Ну и, конечно же, как педагог по вокалу, я желаю расти в вокальном искусстве. Развиваться, развивать свой голос. И чтобы мы с ней еще не один мюзикл оселили. Хочу сказать, что это огромнейшая удача. Когда совершенно молоденькая актриса, придя в театр, в общем-то, совсем недавно, получает такую роль в самом любимом, одном из самых любимых спектаклей в нашем театре. Для всех актеров. Его любят не только актеры. Его любят все сотрудники нашего театра. Они за кулисами смотрят, переживают. Они приглашают своих знакомых. Они приходят в зал. Они с наслаждением смотрят и спектакль, и репетицию. Мы все переживаем, волнуемся. И надеемся, что будет успех. И что Леричкина, в общем-то, работа, большая работа в музыкальном спектакле, обязательно должна получиться. И она получит наслаждение как актриса. Мы будем радоваться за нее как коллеги. И надеюсь, очень надеемся, что зритель наш получит также огромное удовольствие от увиденного спектакля. Ассоль долгие годы ждала корабль с алыми парусами и своего принца. Ее мечта сбылась благодаря капитану Грею, который сделал чудо реальностью. Так и современный человек, независимо от возраста, может вырваться из каждодневной суеты и обрести веру в лучшее. Человек способен поверить в чудо и совершить его. В этом нет никакого волшебства. Ассоль у меня ассоциируется, конечно, с солнцем. Но до последнего все-таки мечта, надежда, она настолько спасла Ассоль. И все-таки она доказала всем, что если верить, мечтать, то обязательно все сбудется. И за этой гранью, которая есть, это море, это океан, там есть что-то другое. И то намного лучше, чем здесь серое. Коллектив программы «Арт-коктейль» от всей души поздравляет Валерию Аршинову с дебютом. Мы уверены, что это только начало творческого пути. Головокружительный успех впереди. 4 марта в Центре славянской культуры состоялся спектакль провинциальной истории по пьесе Александра Вампилова. В постановке сыграли известные актеры Российской Федерации, среди которых народный артист России Александр Панкратов-Черный. Перед началом представления российским артистам провели экскурсию по городу, после чего они поделились своими впечатлениями на пресс-конференции. Не верится. 21 век. Один народ, одна страна. И по разрушениям, по боям уровень Второй мировой, Великой Отечественной войны. Просто так не должно быть. При том, что вот увидели город красивый, чистый, убирается. Наверное, до войны такого порядка не было, как сейчас. И вот на этой чистоте, на этой шикарной гостинице, где мы остановились, Шахтер Плазу, и вдруг такая война. Потому что даже мы то, что видим по телевидению, да, вот не было такого впечатления, такой картинки. Ну, было ощущение, вот одно здание, аэропорт, и оно разбито. Но тут же все, все вокруг, деревья посечены. И даже не сказать, что впечатляет, это ошеломляет, ошеломляет. И мы сказали, знаете, что вот Игорь Бушмелев, земляк ваш, он из Донецка, я из Луганска, Александр Костников. А сейчас Игорь такую вещь сказал, и я тоже к этому хочу присоединиться. Вы в нас, как сказать, Игорь, глаголка подбери, не возродили, нет, а именно пробудили необычайное чувство гордости за свой. Народ за свой край, за своих людей, за тот русский дух, который люди, простые люди, наряду с военными, политиками сумели отстоять. Это очень... Вот хочется встать, и действительно низкий поклон, поклониться людям. То, что я сегодня увидел, меня чрезвычайно потрясло. Простите. И я рад, что вы, что вы мужественные люди, что у вас есть гордость и, еще раз просите, и непоколебимый дух. Женщики, дети принимали участие в боевых действиях. Да. Я... Замечательно, что вы есть. Спасибо вам. Еще раз просите меня за сентиментальность, но я искренен. Что касается спектакля, я надеюсь, что он вам понравится в силу того, что, во-первых, не только замечательные артисты там заняты, не только в силу того, что у нас замечательный продюсер Александр Постников и его замечательный центр «РусАрт». А дело просто в том, что это написано, на мой взгляд, великим, великим драматургом, вампиловым, который никогда не написал ни одной простой, ни разу, вернее, простите, ни разу не написал ни одной простой пьесы. Там много чего по содержанию, это про нас, про то, что у человека должна быть совесть, честь, гордость, мужество, что он не должен подчиняться своим низменным инстинктам и так далее, и так далее. Плюс, что касается именно этой пьесы, вампиловской провинциальной анекдоты, я думаю, что этой пьесой мы сегодня в какой-то мере, вот видите, у меня действительно подкатывались и до сих пор подкатываются слезы глазам. Еще раз повторяю, после того, что мы видели и в чем мы убедились просто лично, наглядно, я думаю, что сегодня мы в какой-то мере ваши слезы и наши немножечко, что ли, мужественно уберем. Почему? Потому что нам будет сегодня и над чем посмеяться, вот, и мы вам в этом смысле, как актеры, как режиссеры, как продюсеры, вам поможем тоже в каком-то смысле сохранять боевой дух, вот, потому что хотим или не хотим, самим замечательным авторам определен жанр, это анекдот, анекдоты. И поэтому очень надеемся, что сегодня доставим вам массу удовольствия, очень надеемся на это, вот, так что я желаю от себя лично, от продюсера, от замечательных наших актеров, сегодня с нами вместе все это дело прожить и получить максимальное удовольствие от спектакля. Спасибо вам. Спектакль состоял из двух одноактных новелл «История с метранпажем и 20 минут с ангелом». Действие разворачивается в декорациях провинциальной гостиницы. В первой новелле ее администратор пытается разгадать, кто же по должности жилет, с которым он поссорился накануне, и узнать значение непонятного слова «метранпаж». Ага, Борис, пойди, пойди, Борис, а ты не знаешь, что такое метранпаж? Метранпаж, в постели, понял, да, да. А, Борис, Борис, скажи, а может мне тут немножко это самое, ну как-то, жмей, побуялись, да, где-то вода. Тихо, хорошо, все, 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 милый, вот, жду, жду, давай, давай. Очень хорошо принимают, и я так вот чувствую, что по гостям соскучились. Вот, редко, редко приезжаем, вот, тем более вот мы таким коллективом привезли спектакль, вот, это замечательно. Вот, ну и вот все местные говорят, почаще бы приезжали, вот, почаще. Ну, где наш шпальной? Ну, вот, лежит. Стань! Стало быть, дело серьезное. Как это то? Семьер! Семьер! Что с тобой, голубчик? Семьер! Что стряслось? Вот, ну ты так уж, не переживай, он больше притворяется. А зачем он притворяется? А вот, 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 вот. В спектакле помимо Александра Васильевича приняли участие такие артисты, как Александр Пашутин, Ольга Науменко, Владимир Демидов, Василий Стоноженко, Игорь Башмелев, Лилия Волкова и Александр Хосников. Тихо! 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 Т Желаю вам незабываемых выходных и хорошего весеннего настроения. Смотрите программу «Арт-коктейль» в следующую субботу в 19.40 на телеканале «Оплот-2». До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!